МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не часто в России открываются новые заводы, но минувшая неделя запомнится как раз открытием нового производства марки Хавейл в Тульской области, близ города Новомосковска. Причем завод настоящий, полноценный, со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Важно, что для марки Хавейл, как и для всего концерна Грейт Вол, это первое собственное производство полного цикла за пределами Китая. Завод в индустриальном парке Узловая строился 4 года. Китайцы вложили в него полмиллиарда долларов. Тысяча рабочих мест уже создана. А еще через 2 года и штат, и мощности завода должны удвоиться. Поэтому хозяева не без гордости ведут нас на экскурсию. Самое интересное, конечно, кузовное производство. Здесь 75 роботов, что довольно много по меркам индустрии. И это значит, что уровень автоматизации рассчитан на далекую перспективу. Первенец конвейера – это кроссовер Хавейл F7, но за ним последуют еще 4 машины. Сталь пока приезжает из Китая, но есть намерение закупать ее в России. Внутренний силовой каркас кузова и все элементы из высокопрочных сталей импортировать будут всегда. А вот остальные детали постепенно локализуют. На текущий момент все навесные элементы, они приезжают из Китая. Это двери, багажники и крылья, и капоты. Кузов Хавейла F7 состоит примерно из 150 элементов. Из них 20 уже штампуют здесь. Помимо этих деталей, российскими будут стекла, средняя и задняя часть выхлопной системы, аккумуляторы и другие компоненты. В сумме они дают 30% локализации. В Тульской области автомобили еще не выпускали. Поэтому многие квалифицированные мастера перекочевали сюда из калужского кластера. А рядовых сотрудников пришлось обучать с нуля. Сейчас персонал уже весь обучен, обладает достаточно хорошим навыком, что позволяет нам произвести высокого качества автомобилей, ну и кузова в частности. Бестселлер Хавейла в России – это кроссовер H6, который дает две трети продаж. Остальные модели расходятся сотнями и десятками. Но открывать российское производство решили более имиджевой и современной машиной. Хавейл F7 отвечает запросам молодого поколения найти и испытать что-то новое на рынке. Дизайн отличный, и мы думаем, это правильная машина. F7 попадает в насыщенный сегмент среднеразмерных кроссоверов и, помимо интересного дизайна, предлагает 190 мм клиренса и багажник на 723 литра. Оба бензиновых турбомотора сочетаются как с передним, так и с полным приводом. Единственная коробка передач – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Умножаем это все на три комплектации и получаем 12 возможных вариантов, ценой от полутора миллионов. В базовую комплектацию включены 4 подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, медиа-система с 9-дюймовым экраном, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и 17-дюймовые колесные диски. А в топовой версии F7 будет стеклянная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с автоторможением и диски на 19 дюймов. Что дальше? Уже нынешним летом на конвейер завода встанет купе-образный Havail F7X, а за ним последует большой рамный Havail H9, опытное производство которого уже ведут. Havail H9 – автомобиль с большим потенциалом. Это крупный рамный внедорожник с фантастическими внедорожными способностями, и мы думаем, что сможем значительно поднять продажи. H9 отлично иллюстрирует обещание нашего бренда сделать инновации доступными. Мы локализуем эту модель здесь, в Туле. Скорее всего, добавим функции и расширим гамму комплектаций, чтобы поддержать успех. На следующий год китайцы запланировали еще две новинки. Представители фирмы пока не называют конкретные модели, но скользь упоминают новое поколение Havail H6 и более компактный H2. Марка Havail продала в прошлом году в России едва ли больше 3000 машин. При этом даже стартовая мощность этого завода – 80 тысяч, а в перспективе она должна вырасти до 150. А это значит, что у марки впереди длинный путь, и мы увидим еще немало новинок. Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоллер стал серебряным призером четвертого этапа Еврокубка Формулы Рено, который прошел на французском автодроме Полерикар. В субботней гонке Смоллер пришел четвертым, а в воскресенье по итогам квалификации Александр стартовал с третьего места. В начале заезда Александру удалось опередить соперника и подняться на одну строчку вверх. До самого финиша Смоллер успешно отражал атаки других пилотов и финишировал вторым, отстав от лидера всего на 0,4 секунды. Однако всю гонку россиянина прессинговал лидер зачета – француз Виктор Мартинс. Была очень тяжелая гонка, приходилось обороняться на протяжении всех 30 минут, но я рад, что мы выжили даже больше, чем могли из этой гонки, и уезжаем отсюда с отставанием всего в 3 очка от лидера чемпионата. По итогам этапа пилот молодежной программы СМП Рейсинг набрал 30 очков и сократил отставание от Мартинса до 3 баллов – 119 у француза против 116 у россиянина. Пятый этап Еврокубка Формулы Рено состоится 25-27 июля в бельгийском СПА. Во Франции на автодроме Полерикар состоялась шестичасовая гонка Кубка на выносливость Бланпа GT. Экипаж команды СМП Рейсинг, выступающий на Ферраре 488 GT3 в составе Михаила Алешина, Давида Эрегона и Мигеля Малины, поднялся в ней на вторую ступень подиума. Гонку начал Михаил Алешин. Удачно стартовал, но вскоре машина российской команды столкнулась с автомобилем соперника. Михаилу пришлось отправиться в бокс для замены бампера. Затем экипаж СМП Рейсинг наверстал время и долгое время лидировал в заезде. Однако во время последнего пит-стопа возникла техническая проблема, за которую судьи назначили экипажу проезд по пит-лейну. В результате автомобиль СМП Рейсинг закончил гонку вторым. Зато общий зачет чемпионата российская команда возглавляет. Мы заключились борьбы за чемпионатом, по очкам у нас все в порядке. Спасибо вам большое, что нас поддерживаете по лете. Поздравляю всех по СМП Рейсинг. Абсолютно всех, кто нас смотрит, переживает. Так что не пропадать дальше. Роль следующего, четвертого этапа Blompa GT сыграет суточная гонка 24 часа СПА, которая состоится в конце июля в Бельгии. Российское представительство Volvo открыло прием заказов на новейший седан С60. Импортировать к нам будут машины американского производства. Силовых агрегатов два и оба чисто бензиновые. Переднеприводная версия Т4 оснащена двухлитровым бензиновым мотором и передним приводом. Полный привод предполагает тот же двигатель, но форсированный до 249 лошадиных сил. Второе поколение кроссовера Audi Q3 появилось год назад, но на российский рынок выходит только сейчас. В открытой базе Ростандарта появился сертификат одобрения типа, и он довольно безрадостный. В нашей стране сертифицирована всего одна модификация. С устаревшим уже мотором 1.4 TCI мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатым преселективным роботом DSG и передним приводом. Для сравнения, в Европе кроссовер продается в изобилии вариантов. С более современными бензиновыми турбомоторами в 1,5 и 2 литра, с двухлитровым дизелем и, разумеется, с полным приводом. В России ничего этого можно не ждать, по крайней мере в первые месяцы продаж. Машины появятся у дилеров в конце лета. Российский офис компании Jaguar Land Rover начал принимать заказы на рестайлинговый Jaguar XE. Напомним, что обновленный седан добавил внешней агрессии. Диодная светотехника включена в базовую комплектацию. Заменена медиа-система, руль и селектор коробки передач. Гамма двигателей сократилась до трех. Шестицилиндровых моторов больше нет. Итого остались двухлитровые турбо-четверки. Дизель по-прежнему развивает 180 лошадиных сил и доступен задним или полным приводом. Начальная версия D180 подешевела на 117 тысяч рублей. Бензиновый Jaguar исключительно полноприводный. Есть вариации на 250 и 300 лошадиных сил. Начался прием заказов на спорткар Toyota Supra. Российская квота на этот год по-прежнему 22 экземпляра. И все они прибудут к нам в максимальной и фиксированной комплектации. С самым мощным двигателем и восьмиступенчатым автоматом. Цена, соответственно, тоже одна. Интересно, что соплатформенный BMW Z4 с таким же двигателем на 340 лошадиных сил в России стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле. Зато Toyota оснащена богаче. Серийный электрический мини дебютирует осенью на франкфуртском автосалоне. А пока закамуфлированный прототип провез грузовой Boeing 777F компании Lufthansa Cargo по перрону франкфуртского аэропорта. О самолете мы знаем, что без груза он весит около 150 тонн. А вот характеристики мини Купера SE пока держатся в секрете. Пиарщики отмечают только, что справиться с ролью мускулистого автомобиля новинке помогла высокая тяга электродвигателя, доступная уже со старта. Вероятно, технической начинкой с крошкой мини поделится уже серийный BMW i3s. А это означает электромотор мощностью 184 лошадиные силы и батареей емкостью 42 кВт-часа. Без подзарядки электромобиль способен преодолеть около 300 километров. Мини Купер SE будет выпускаться в английском Оксфорде. Старт производства намечен на ноябрь. О ценах говорить рано, но электрический BMW i3s стоит в Европе около 3 миллионов рублей.